Приветствую вас, дорогие телезрители, на авторской программе «Счастье в деятельности». Я Василия Валиулина, бизнес-тренер, психолог и коуч. Эмиль Золя сказал, единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед. Сегодня разговор о «Счастье в деятельности» состоится человеком, который никогда не останавливается в своем развитии и в своих целях – директором профессионального лицея номер 10 Зимфирой Шемчук. Добрый день, Зимфира Афкадовна. Добрый день. Я хотела бы задать вам следующий вопрос. Насколько вы сейчас оцениваете свое счастье в деятельности от 1 до 10? Если говорить искренне и откровенно, то 10. Да, это состояние такое, да? Да. А всегда ли была десятка? Конечно же, не всегда. Когда начинаешь новое дело, это всегда сложно, хотя интересно очень. Но со временем, когда узнаешь, открываешь новые грани своего дела, своего ремесла, когда узнаешь людей и все процессы, которые связаны с твоим делом, когда все получается, когда идет, когда есть мечты, планы, когда хочется мечтать, когда хочется действовать, делать что-то, тогда, конечно. Вы являетесь директором лицея с 2009 года? Да, совершенно верно. И вот пришли вы на новое хозяйство, для себя в новое хозяйство. Какие открытия за эти 6 лет были? Ой, открытий очень много, очень много открытий. И эти 6 лет дали мне очень много. И в плане познания людей, узнавания людей, какие они. И в плане управленческой деятельности очень много. В плане человеческом. То есть я могу честно сказать, что это то дело, которое меня развивает каждый день, каждую минуту и каждую секунду. У вас два высших педагогических образования. Да, да, да. Баксу, да. В прошлом году вы закончили Эриксоновский коучинговый университет. И я знаю, что вот достаточно скоро состоится защита вашей диссертации. Ну, еще не скоро. Еще только через 2 года. Я сейчас активно творчески работаю над диссертацией. Вот к чему столько развитийных инструментов, образований? Вы не стали ли учиться? Ой, если честно, когда-то в детстве, будучи школьницей, я мечтала. Вот сейчас закончу школу, потом институт и буду отдыхать. Буду работать и отдыхать. Ну, прошло 28 лет с тех пор. И мне не хочется отдыхать, мне не хочется останавливаться в своем развитии. Я радуюсь каждому дню и каждому моменту, каждой возможности, через который я могу научиться чему-то еще новому. И стать еще лучше и совершеннее, если это возможно. То есть можно сказать, что вот один из элементов счастья в вашей деятельности – это постоянное развитие. Да, совершенно верно. То есть что оно вам дает? Новые возможности, новые горизонты, новые ресурсы, новые идеи, новые мечты, новые планы. Когда мы не развиваемся, когда мы не учимся, когда мы не занимаемся своим собственным развитием, как психологическим, как в философском плане, в духовном, так скажем, плане, и умственном плане, мы останавливаемся, жизнь наша замедляет свой бег, и она становится серой, скучной, неинтересной. Я знаю, что вы очень тяжело, глубоко переживаете, когда что-то идет не так в работе. Вы женщина-руководитель. Как удается справляться с эмоциями? Вы знаете, первоначально было очень легко, потому что было новое дело. Было все интересно, и было достаточно легко. Было много наивности, так скажем, да? С каждым годом, накапливая определенный опыт, накапливая определенные ошибки, разочарования, очарования, какие-то сложности, да, начали возникать в эмоциональном плане. Но именно благодаря тому, что я нахожусь в постоянном поиске, я постоянно что-то ищу, именно благодаря этому мне на сегодняшний день очень легко с этим справляться. Может быть, не очень легко, но я с этим справляюсь. Каким образом? Я знаю, что любое событие, даже очень негативное, оно обязательно нас научит чему-то новому, полезному, нужному. Возможно, снимет какие-то розовые очки, уберет какие-то рамки, расширит твои возможности. Да, я понимаю, вы относитесь к каким-то сложным ситуациям жизненным, как к неким урокам, которые нужно выучить, пройти, извлечь, да? Да, да, да. И так вот сделать. Даже не только урокам. В первую очередь это урокам, а дальше это новая возможность. Это новая ступенька, новая вершина какая-то, новый горизонт. Любая, даже негативная ситуация. Смотрите, обычно вот уже осмысление идет после самой эмоции. Да, да. Эмоции уже. А как вот этот пик, когда эмоция, она вспыхнула внутри, да? И что? А вокруг люди, например, да? И здесь вот как справляетесь с этим? Вы знаете, здесь помогает любовь к людям. Это во-первых. Во-вторых, боязнь кого-то обидеть. В-третьих, все-таки презумпция невиновности внутренняя. Что каждый человек имеет право на какую-то ошибку и на свое мнение. И именно вот это внутреннее мое отношение к любой ситуации помогает переживать эти эмоции. Другое дело, что когда мы выходим из этой ситуации, да, очень часто мы продолжаем переживать эту ситуацию, да? И вот в эти минуты надо позволить просто себе пережить эти эмоции. Потому что... Ну как, поплакать. Поплакать. То есть, бывает, и поплакать, и пожалеть себя, возможно, да? И, возможно, высказаться по какому-то поводу, да, сделать какое-то резкое движение, все что угодно. Позволить себе все, вплоть до слабости какой-то. Почему? Потому что мы в первую очередь люди. Мы пришли сюда любить, чувствовать, страдать и радоваться, испытывать всю гамму человеческих эмоций. Если мы себе не позволяем их испытывать, мы себя обедняем, во-первых, а во-вторых, мы ограничиваем себя вот в этих энергетических ресурсах, возможностях и так далее. То есть, это некий такой круговорот. Вы женщина-руководитель. Причем руководите таким большим женским педагогическим коллективом. На мой взгляд, это очень сложно, поскольку сама тоже работала в педагогических женских коллективах. Как удается вот справляться с таким большим хозяйством и людьми? Ну, во-первых, хозяйство не очень большое, так скажем. В нашем коллективе 40 педагогов, мастеров производственного обучения. Административно-хозяйственный корпус тоже входит в это число. И коллектив очень творческий, очень талантливый. Каждый со своим мнением достаточно яркий, очень колоритный личности. И поэтому в таком коллективе работать очень интересно. Потому что там, где живет творчество, а женщина – это творчество прежде всего. Если нет творчества, женщина задыхается. Поэтому в нашем коллективе, с нашими профессиями задохнуться невозможно. У нас очень много творчества. И да, во время этих творческих процессов бывают и споры, бывают и конфликты, бывает все. Но это жизнь. И когда ты воспринимаешь каждое событие как замечательный подарок жизни, как новую возможность, легко, абсолютно легко преодолевать все эти конфликты. И все женщины, они матери. И вот этот материнский инстинкт, да, он тоже помогает, срабатывает. И они знают, что они работают здесь не только ради зарплаты, не только для того, чтобы реализовать свой профессиональный какой-то потенциал. Они знают, что они создают лучшее будущее для своих детей и внуков. А что может быть лучше? Лучшим мотиватором качественно и хорошо работать. У вас здесь творческие профессии в лицее даются. Какие профессии на сегодняшний день есть в вашем лицее? Какие пользуются популярностью у нашей молодежи? На сегодняшний день у нас несколько специальностей, хотя изначально лицей был чисто портным, так скажем, да. Основное дело было швейное дело. И начиналась эта история в холодные годы военные в 44-м году. Да, как раз таки 4 марта нам будет уже 71 год. В нашем училище исполнится 71 год. На сегодняшний день, кроме вот этой основной деятельности, у нас есть парикмахеры, есть продавцы-контролеры-кассиры, есть повара-кондитеры и растеневоды. Вот основные направления на сегодняшний день. То есть, как вы видите, это все, что связано с бытовым обслуживанием населения. То есть те профессии, которые обеспечивают качество жизни каждого человека, каждого гражданина, каждого жителя города Уфы. Вот. Поэтому специальности очень нужны, очень необходимы. Но среди молодежи наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется, конечно же, профессия парикмахер. Самое большое количество групп, так скажем, именно по этому направлению. Почему? Наверное, понятно. Потому что каждая женщина хочет быть красивой, уметь ухаживать за собой, за своими близкими. Поэтому, наверное, и востребована. Но я думаю, что все наши профессии, они очень вечные. Они, еще раз повторюсь, обеспечивают нашу жизнь, качество нашей жизни. И поэтому, конечно, хочется, чтобы к этим профессиям, которые обеспечивают качество жизни населения, обратили внимание и оказывали какую-то поддержку. Потому что на сегодняшний день нет крупных таких работодателей. Как правило, это средний и малый бизнес. И они не могут являться спонсорами образовательного учреждения. Они могли бы, они, может быть, и хотели. Но, сами знаете, на сегодняшний день у нас кризисное достаточно времени, все выживают. И поэтому мы сотрудничаем, активно сотрудничаем. Но у нас нет гигантов таких промышленных, которые могли бы оказать существенную помощь при развитии материально-технической базы нашего лицея. Я приглашаю вас пройтись по нашему уютному теплому дому, так мы называем наш лицей, и своими глазами увидеть те мастерские, в которых наши учащиеся, выпускники и люди более зрелого возраста получают свои первые трудовые навыки. Сейчас мы с вами находимся в мастерской, где идет подготовка по профессии парикмахер. Именно вот в этом, в этой мастерской наши ученицы обучаются навыками владения инструментами, стрижки, укладки. Обучившись на наших курсах, уже это сможет человек работать с профессиональным парикмахером, делать с прически любой сложности. Правильно я понимаю? Абсолютно полностью уже в руки дана профессия. В руки дана профессия, и на сегодняшний день у нас есть и маленькие курсы, небольшие курсы, домашний парикмахер, женская прическа, мужская стрижка. То есть вот такими блоками. Кому что интересно, пожалуйста, приходите. Будем рады научить. Часто бывает, что ваши ученики открывают свое дело? Бывает такое? Такое бывает. Не часто, но тем не менее бывает. А сейчас мы с вами находимся в мастерской номер 3. Хозяйка этой мастерской, наш мастер производственного обучения Ольга Васильевна Исаева, заслуженный работник образования, очень творческий человек. И здесь вы видите уже дипломные работы наших выпускников. Это творческие дипломные работы. И на заднем плане это уже выпускные работы первокурсников. То есть уже на первом курсе они могут сшить пальто. Очень такое современное и красивое. Совершенно верно. По желанию выбирают модель учащаяся и уже отшивают какие-то, пошивают какие-то изделия. И их мастерство растет год от года. И уже к выпуску получаются вот такие вот... Ну, это просто художественная такая красота. Произведение искусства, я бы сказала. Вот это платье, чем интересно? Это платье и вообще этот костюм выполнен в технике Крэйзи. Это новая достаточно техника. Наш лицей в этой технике работает уже лет пять. У нас есть несколько очень интересных коллекций в этой технике. И в данном случае вот эта работа стала победительницей этого года. Заняла третье место на республиканском конкурсе молодых дизайнеров. Называется эта работа «Жила-была любовь». Мы с вами сейчас в музее боевой славы 112-й кавалерийской дивизии профессионального лицея номер 10. Чем знаменит, так скажем, этот музей? Музей знаменит подлинниками, которые хранятся у нас здесь. Более 200 подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Хотя у нас лицей профессиональный, но любовь к родине, чувство гордости за нее, патриотизм тоже воспитывается в стенах нашего лицея. Этому музею более 30 лет уже. Мы по праву гордимся теми экспонатами, которые здесь находятся. Эти экспонаты переданы в дар, часть из них переданы в дар самими ветеранами Великой Отечественной войны, с которыми очень долгие годы плотно сотрудничал лицей. На сегодняшний день, к сожалению, они все уже ушли. И часть были найдены слитопытами в экскурсиях, в поездках. И последняя поездка была в 2012 году, когда был автопробег к моменту создания 70-летию 112-й кавалерийской дивизии. И наша ученица участвовала в этом автопробеге, доехала до Киева, и прошли путь, проехали путь боевой славы 112-й кавалерийской дивизии. И были найдены еще 20 имен, восстановлены еще 20 имен участников тех событий. Здесь есть земля с мест боев, так скажем, да, да, в мешочках. Есть награды, есть подлинные документы. Даже ложка, да? Да, 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 ложка тех времен. Есть военные вещи, то есть часы, фотографии. Пионерский галстук. Пионерский галстук, да. Вот, пожалуйста, тоже подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Концертное платье, которое прошло вместе с хозяйкой всю Великую Отечественную войну, и в этом платье его хозяйка выступала в концертных бригадах. Я знаю, что планы у вас на самом деле наполеоновские по развитию лицея. Вот что-то можно приоткрыть завесу? Скорее всего, это пока не планы, а мечты. Мечты? Да, это мечты. Но мечты сбываются, как мы знаем, поэтому мечтать надо. Хочется расширить материально. Расширить и материально-техническую базу. И мы мечтаем о том, чтобы у нас появилось в городе открытое образовательное пространство, которое бы работало на город в течение всего рабочего дня, и может быть даже и круглосуточно. Не просто образовательное, а образовательное, культурное и досуговое пространство. И я думаю, что от этого выиграют. То есть и для молодежи, и для взрослых? И для молодежи, и для взрослого населения. То есть для каждого жителя нашего города и нашей республики. Потому что, мне кажется, и шить, и заниматься растеневодством, дизайнерские какие-то вещи, и готовить, и даже сделать прическу семье должна вообще уметь любая женщина. Я вот так вот чисто по-женски так думаю. И я думаю, что... А есть ли какие-то курсы для взрослых на базе вашего лицея, чтобы пришла домохозяйка и научилась у вас, например, делать какие-то прически, постригать элементарно свою семью? Да, у нас есть курсы по направлениям нашей основной образовательной деятельности. Это и курсы прихмахеров, и курсы портных закройщиков. Поэтому мы приглашаем абсолютно всех желающих, кто мечтает создавать красивое платье, и кто мечтает о создании своей творческой красивой жизни, приходить к нам, и мы обязательно научим. Да, и у вас здесь все возрасты покорны вашему обучению. Да, совершенно. Здорово. Сейчас очень много говорят о молодежи, о том, что она такая вот какая-то неприспособленная, развиваться не хочет, книжки не читает, работать не умеет. Какая молодежь обучается в вашем лицее? В нашем лицее обучается замечательная молодежь. Могу сказать, что дети всегда разные, но не бывает плохих детей. Очень важно достучаться до каждого. И что мне нравится в новом законе об образовании, там очень много говорится об индивидуализации образования. А что такое индивидуализация? Это помочь создать особую, твою единственную, неповторимую образовательную траекторию. Ту траекторию, которая приведет тебя к счастливой жизни, как профессионала, как творческого человека. Я знаю, что на Западе очень много проектов по индивидуализации образования уже реализованы. Вот не так давно про финскую школу, например, читали, да, когда действительно там под каждого ребенка выстраивается образовательный процесс и одно из самых лучших образований вообще в мире, да. Дай Бог, чтобы мы тоже к этому пришли. Мы тоже надеемся на это. А вот если мы говорим об индивидуализации образования, то мне бы хотелось здесь вопрос задать вам про вообще поколение Y продолжить про молодежь, да, вот уходят они из цели лицея. Если в лицее действительно ими занимались, проводились какие-то конкурсы, мероприятия, вы еще расскажете об этом, да, то попадая на рабочее место, ну не всегда бывает так весело, здорово, прикольно. Вот в чем особенности вот поколения Y, чтобы вы могли посоветовать работодателям вот в своей работе, вот как работать с молодежью? Вы знаете, молодежь – это очень широкое такое. Понятно, да. К работодателю приходит один, два, три человека, не больше. Как я говорила, в основном наши партнеры – это предприятия сферы бытового обслуживания, малый и средний бизнес. И, вы знаете, вот именно специфика вот этих малых предприятий, она такова, что они из одной семьи, учебной семьи, попадают чаще всего, не всегда, но чаще всего в новую семью. Если работодатель заинтересован в этом выпускнике, да, и видит перспективу, если он вкладывается в этого выпускника, то возникает замечательный тандем, рабочий уже тандем, и выпускник, ребенок остается работать и развивать уже это предприятие. Ну, конечно, не всегда так радужно бывает. Люди, во-первых, выпускник, как правило, это у нас обучение идет два с половиной года, три с половиной года и десять месяцев по разным направлениям и на базе девяти и одиннадцати классов. То есть, если посчитать, на базе девяти – это два с половиной года обучения, то где-то приблизительно восемнадцать-девятнадцать лет. То есть, это достаточно юный еще молодой человек, молодая девушка. И понятно, что это возраст еще творчества и поиска себя. И наша профессия – это только старт, это первый шаг. А дальше лучшие ученики у нас поступают по нашим направлениям. Например, в УГС, УГС он сейчас называется, университет сервиса, по своим направлениям. То есть, становятся и растут как мастера фрикмахерского искусства или же ширейного дела. Кто-то временно работает и параллельно учится, поступает в другие вузы, приобретает новые профессии. То есть, каждый ищет себя. И самое главное на сегодняшний день, о чем я могла бы сказать, что на сегодняшний день молодежь говорит другим мотивационным языком. Не совсем возможно им понятно слово «надо», «должен». Эти слова для них не являются мотиваторами. То есть, здесь очень важно достучаться. А что важно этому человеку, этому ребенку? Опять же, такой индивидуальный подход, да? Да, все-таки индивидуальный подход. Потому что, если не будет индивидуального подхода, не будет и результата. Если учитель не заинтересует в предмете ученика, ученик и не будет интересоваться этим предметом чаще всего. Конечно, бывают исключения из правил. Также и работодатель. Если он не заинтересует крупные, вот почему я говорила о крупных гигантах таких, да, партнерах, хотелось бы, чтобы были такие. Там, как правило, хорошие зарплаты, да. То есть, там могут заинтересовать в плане финансов, финансовой стабильности, успешности и так далее, да. Наши предприятия сферы бытового обслуживания не могут дать это, но… Ну, то есть, это не нефтянка, естественно, да, это не, например, УПО. Да, 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 да. То есть, как правило, здесь зарплаты невысокие. Невысокие. Поэтому здесь только любовь к своему делу, только внутри организационный, коллективный дух какой-то, да, свои традиции. Наверное, должно быть интересно, да? Должно быть интересно, должно быть интересно. Потому что, насколько я знаю, вот компания МТС проводила исследование как раз среди молодежи. И там-то исследования как раз говорят о том, что не столько зарплата удерживает сейчас молодежь, да, сколько интерес. Да, да, совершенно верно. Интересно в работе, интересно в коллективе работать. Вот это должно быть обязательно, да? Да. Здорово. Очень много у вас проходит творческих мероприятий. Как я вижу, фотографии. Здесь и вот с выпечкой, это молодая хозяюшка, да? Да, да, да. Это ежегодный конкурс у нас проходит. Это вообще платье, коллекции, это вот, ну, мне кажется, на любом показе мод они бы сделали тут. Мы активно участвуем с этими коллекциями. Это и наша гордость, и наша радость, и наш такой творческий, вдохновляющий момент, так скажем. Это то, за что любят нашу работу и ценят работу в 10 лице и наши мастера, мы участвуем во многих конкурсах, и международных, и в Приволжском федеральном округе мы участвовали, выставляем свои коллекции. Ежегодно мы участвуем в конкурсе Евро-Офа-Азии, и всегда у нас либо первые, либо вторые, либо третьи, либо гран-при. Ниже мы не спускаемся. Здорово. А сколько всего учащихся обучается? Каждый год у нас варьируется эта цифра. На сегодняшний день у нас 387, по-моему, учащихся. Достаточно много, учитывая, что все хотят получить высшее образование. И вот мне, честно говоря, сказалось, что какие-то специальности прикладные, то есть без высшего образования, они уже сейчас так не в моде, скажем. Оказывается, в общем-то, обучаются. Ребята талантливые, ребята обучаются. Обучаются, согласно с вами. Мало того, получив высшее образование, очень часто девушки, женщины вспоминают о прикладных и приходят к нам на курсы. Поэтому у нас есть выпускницы именно курсовых программ, которые тоже уже стали призерами каких-то фестивалей, конкурсов. И мы по праву гордимся их успехами, потому что наш вклад в них непосредственный, в их победы. Здорово. Давайте опять о вас. Да, вы на работе, очень часто бываете, да? Вы обучаетесь. Помимо этого, вы еще смотрите различные семинары, посещаете курсы, я знаю, да? То есть вы очень такой плотный график. Ну, к тому же еще мама и супруга. Вот. Как все удается успевать? Да и в чем вот секрет работоспособности такой колоссальный? Очень простой и очень женский секрет в любви. В любви. В любви. Когда ты занимаешься любимым делом. Да. Когда вокруг тебя любимые люди. Тогда все получается и все совершается. Невозможно остановиться, просто невозможно остановиться, потому что этот вот положительный, позитивный поток, он подхватывает тебя и помогает, и двигает вперед. Здорово. Я хотела бы сделать, проделать с вами следующее упражнение. У меня вот есть карточки. Здесь небольшие упражнения, которые помогают поднять градус счастья. Ну, вот когда бывает так, что вот не десятка на данный момент, сиюминутный момент, да? А хочется вот получить десять, откуда можно еще взять энергию. Возьмите, пожалуйста. С удовольствием возьму. Вспомните, когда вам реально повезло. Зарядитесь удачей от этого воспоминания. Был такой случай, когда вот реально очень сильно повезло, как вы считаете? Вы знаете, постоянно. Самое яркое, что же вы говорите? Самое яркое. Ну, например, из последнего. Планировалось объединение с ВУЗом, и была поставлена задача получить ученую степень. И когда я позвонила, я узнала, что экзамен завтра. Это была большая удача. С одной стороны, я не успевала подготовиться, но с другой стороны, у меня был шанс. Я этим шансом воспользовалась, успешно прошла, успешно сдала, и уже два года с радостью и удовольствием обучаюсь в аспирантуре нашего Башкирского государственного педагогического университета. Причем в восторге от нашего ВУЗа, от тех кадров, которые там работают, и то, как они работают. Спасибо большое за ваше такое содержательное интервью, за погружение в вашу работу. И что бы вы могли пожелать нашим телезрителям, вот как быть счастливыми в том, что мы делаем, в своей работе, в своей деятельности? Как оставаться на волне счастья? В эти весенние, замечательные солнечные дни хочется пожелать любить свое дело, то дело, которым вы занимаетесь, мечтать, несмотря на кризисы, несмотря на все те сложности, которые возникают каждый день в жизни каждого человека, и верить. Это три кита, как мне кажется, которые позволят справиться с любыми трудностями, и любую трудность воспринимать все-таки не как трудность, а как новую возможность и новый шанс в твоей жизни. Здорово. Я хочу вам сделать подарок, пригласить на наш ежегодный фестиваль радости развития. Я знаю, что вы с удовольствием посещаете наше мероприятие. Спасибо большое. 11 апреля мы вас ждем в замке Новый Ледом на этом большом всероссийском фестивале для бизнеса. Буду очень рада присоединиться, потому что на сегодняшний день вот эта радость развития, которую вы давите всем жителям города Уфы, единственная необходимая радость, потому что радость развития. Наша передача заканчивается. Пишите ваши вопросы о счастье в деятельности в нашу группу ВКонтакте. Хорошей вам недели, и пусть работа будет в радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова